Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта, чуть не сказала 30 февраля, потому что вчера было 29 февраля. Вот вчера 29 февраля я во время маленького видеоролика Уход за рассадой, если руки чешутся, рассказывала, что сейчас она сама по себе растет, главное только поливать. И вот сегодня увидела комментарий, на который я хочу обязательно снять видео, поподробнее объяснить. Вот зрительница, опять не смогла прочитать, Валя Ушлова. Ну, наверное, так, извините, если неправильно прочитала. Написала, а через какое время нужно поливать, то есть от полива до полива. И вот тут особенно начинающим я хочу объяснить тот нюанс, который вначале вроде бы незаметен, но потом у нас жизнь начинает разводить рассаду разных сроков в разные стороны и полив у них меняется. Вот вчерашняя рассада, которую я опрыскивала, показывала вам и говорила, что теперь только поливать и все. И если мы зададим вопрос, глядя вот на эту рассаду, тут, наверное, каждый, как здравомыслящий человек, поймет, что, видите, они разные, это вот вообще здоровые, это поменьше. А вот эту специально принесла я с последней партии, вот видите, есть разница, или вот эти слоны, друзья мои, они уже как деревья, или вот эта маленькая. И теперь, если задать этот же вопрос, от полива до полива сколько дней, вы понимаете, что одной цифры вот этой, например, я не могу сказать, 5 дней или 6 дней, вы понимаете, что эту я буду поливать реже, вот эту малышку, а эти буду поливать чаще. Ну почему, всем ясно, но я все-таки объясню, озвучу, потому что эти уже пьют как сумасшедшие, вы представьте, чтобы содержать вот эту зеленую массу растению, нужно больше влаги, это естественно, оно большое, площадь листовых пластин огромная уже, испарение идет более интенсивно, влаги нужно больше, корневая система там больше, короче, этим все нужно больше. Ясно, что их поливать я уже буду чаще. Я вот прорыхлили позавчера, я сегодня подошла, вот эти, не смотрите, что они короткие, они тоже пьют много, потому что они взрослые, видите, у них листья какие здоровые, мясистые, зеленые, им воды много нужно. Я сегодня подошла, они уже как бы суховатые, но еще завтра, может быть, день потерпит, и снова нужно поливать. А вот этот малыш, иностранец, так, как бы не промахнуться, вот он он, ага. Я его как полила, он один день, второй день, третий день, четвертый день, он, ему нужно влаги совсем мало, и если даже вот этот верхний слой просохнет, внутри основная масса земли будет влажная. Таких малышей я поливаю вообще раз в неделю. Я раньше говорила, я вот в воскресенье отвожу день для полива, и я всех малышек поливаю, а эти уже требуют к себе повышенного внимания. Так что смотрите, есть ли у вас посевы в разные сроки, но многие же сеют первый раз для теплицы, они вот у нас постарше, второй раз сеют для открытого грунта, крупноплодные, высокорослые, а третий раз сеют детерминат, всякие короткие, засолочные, сеют еще позже. И вот поэтому у нас та первая волна, которая выросла раньше всех, мы ее поливать будем чаще, даже возможно раз в три дня, если объем стаканчика маленький, 200 грамм, а те, которые посеяны позже и которые, ну, потребляют воды совсем мало, мы их будем поливать, например, раз в неделю. Но тут еще все зависит от температуры в нашем помещении. Вот у нас, я всю весну говорю вам, что и жаловалась, у нас очень жарко, у нас 23-25 градусов. Ясно, что вот такой вот стакан, 200 граммовый, он еще от такой повышенной температуры, земля просыхает еще быстрее. А если у вас, например, 18-19 градусов, то, возможно, вам полив нужен еще реже, даже вот таких малышей вы будете поливать не раз в неделю, а пусть раз в 8 дней. Это все индивидуально. И вот на вопрос зрительницы вот этой фамилии, я, которую не смогла прочитать, Вале, я скажу так, что вам никто не ответит точно, как вы сказали, какой срок от полива до полива зависит и от срока посева, и от температуры в помещении, зависит даже от состава грунта. Вот кто-то в этом году уже пишет, что купили такой грунт, который совершенно не задерживает воду. Его поливаешь, вот что-то там добавлено, что он такой, как не впитывает в себя воду, в него люди воду льют, а он проходит через весь вот этот вот, ну как через весь этот объем грунта, стекает через дренажное отверстие, а грунт остается как бы сухой, как бы он не воспринимает в себя землю. Так что смотрите, сколько много факторов, и все это налички наши должны учитывать. Это не так просто, что сделали один поливочный день по воскресеньям, это можно, когда у вас все одного посева, одной даты посева, и все еще маленькие. Вот по воскресеньям раз в неделю, я первые когда были у меня, я всегда поливала, потом добавился у меня второй призыв, потом вот сейчас третий призыв, есть совсем крошечные, которые только что взошли, их вообще я поливаю очень-очень редко, все это индивидуально, и вы должны смотреть и чувствовать сами, понимать по состоянию грунта, по просыхаемости, если он у вас высыхает быстро, поливайте часто, если у вас вот такие, как у меня слоны, смотрите, ну ясно, что им надо пить воды, дома жарко, они здоровые, листья крупные, все это вода испаряется, все это у них процесс идет беспрерывно, им надо воду, 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 конечно их почаще нужно поливать. Ну все, до свидания, я надеюсь нашим новичкам прояснило, что не может быть одной такой цифры, например, от полива до полива, 5 дней или 3 дня, у каждого, опять же, цифра эта будет своя, и для каждой помидорки индивидуальной тоже своя, для этой будет перерыв, например, 4 дня между поливами, а для этой, возможно, 7. Вот оно, какая красавица, тоже хочет пить.